Я стою на том самом месте, где неделю назад погибла мать троих детей, потеряв управление автомобилем. То же самое место. Что же случилось тогда? Можно ли было не попасть в эту ситуацию? А если попасть, как из нее выйти? Вот об этом и будет рассказ. Вот она, эта дорога. Ну, понятно, что уже спустя неделю после этих событий здесь немножко и не немножко убрали. Качество покрытия, конечно, вызывает сомнения. Но если вооружиться СТБ и ГОСТа минодорожное покрытие, то в принципе дорогам регионального значения она соответствует. Обочины расчищены, убраны. Уже видно, что выбоин, ям достаточно. Все эти вещи серьезно провоцируют водителей на всякие энергичные действия рулем и педалями. Затормозить перед ямкой, объехать ее, пройти этот участок. С наименьшими последствиями для подвески автомобиля своего. Вот это мы на Мерседесе едем. Он все это глотает, растворяет в подвесках. А на машинах, на которых ездит большинство сограждан, естественно, что это отдается, так сказать, и в мозгах, и в кошельке. Попробуем вот в этом месте, пользуясь тем, что никого нет, сымитировать каким-то образом то, что у нас тогда произошло. Вот помеха, водительница, естественно, пугается, нажимает педаль тормоза, скорее всего так и было, объезжает машину, немедленно стремится поставить в занос. Скорость у нее была вряд ли больше 50 км в час. Но вот сделаем то же самое на 55 и будем удерживать машину. Ай, помеха, объезд, машину тут же приходится энергично удерживать от дополнительного какого-либо непредсказуемого скольжения. Причем прошу отметить, что едем мы не на том старом минивенчике, а едем на современном Мерседесе, оснащенном всеми системами стабилизации и активной безопасности. И его приходится поддерживать, удерживать. Но сейчас попробуем сделать тот же самый эксперимент, только не нажимая на тормоз, потому что, может быть, она попыталась объехать эту помеху без торможения. Не веселее. Не веселее. Ну, законы физики обмануть невозможно. Если какой-либо из сторон, правый, будто левый, все равно, въезжаешь на поверхность, движение по которой имеет более затрудненный характер, то есть, ну, там, снег на милу, на обочину, то, естественно, машину будет стремиться развернуть именно в ту сторону, где эта вот помеха и имеется. Одно можно, в принципе, сразу сказать, что пропускная способность этой дороги, она, наверное, уже не соответствует потребностям людей, которые тут живут, ездят сюда на работу. Несмотря на то, что сейчас совершенно не час пик, как раз самое такое заморное время для буднего рабочего дня, тем не менее, движуха достаточно энергичная. И вот обратите внимание, в достаточно высокой категории сложности повороты попутно совет еще один. Безопасную скорость поворота выбирайте до поворота, а сам поворот прокатываетесь просто на равномерной тяге и не совершайте лишних движений рулем. В повороте законы физики будут стремиться выбросить машину наружу поворот, чтобы этого не случилось, не наступил никакой там казус, скольжение. Не делайте так, пожалуйста. Вот впереди еще один провоцирующий фактор перед нами. Так как здесь очень много предприятий, суть по всему, очень много грузового транспорта, часто встречается техника, которая едет намного медленнее, чем правила дорожного движения. Это провоцирует на обгоны людей. Профиль ее, характер дороги, вы видите сами, повороты-повороты, просматриваемость очень слабая. Вот мы выехали вообще на очень хорошее участок. И что самое, если неинтересное, то показательное, этот роковой случай неделю назад произошел именно на том участке, при лучшем сцеплении и покрытии. Опять же, смотрите, мы едем, даже такая машина, как та, на которой мы сейчас едем, она все время покачивается, ее со стороны на сторону кладет. Это просто ровность покрытия из-за износа, из-за того, что тяжелая машина по ней часто ездит. Она уже не та, которая нужна. пошли волнами в ее профиль асфальта. Поэтому машину постоянно подкидывает. И если на этом подкидывании взять и повернуть руль, то в условиях плохого дорожного сцепления машина немедленно улетит, пойдет в занос. Ну, начнем с экстренного торможения. Редкий водитель представляет, что будет с его машиной, если нажать педаль тормоза в пол. Во, как далеко укатывается автомобиль в 40 километров в час. А вы представляли себе такое, да? Так что не будем, так сказать, испытывать никаких заблуждений на предмет того, что вам удастся вовремя остановиться на таком покрытии. Мы попробуем торможение с объездом. То есть где-то с 45-50 километров в час нам предстоит тормозить и объехать препятствия. Тормозим и объезжаем. Видите, что происходит? Машину начинает разворачивать. Нужно иметь очень неплохие навыки управления скольжениями, чтобы удержать ее от разворота. Самое главное при движении по скользкой дороге, да и по любой, собственно говоря, это смотреть строго туда, куда нужно ехать. Не смотреть препятствия, ни в коем случае. нельзя это делать. Смотреть туда, куда нужно ехать и крутить руль туда, куда вы хотите ехать. А теперь объезд. Вот, едем по скользкой дороге. И нужно объехать что-то. Скорость 40 километров в час. Раз. Видите, что происходит? Как машину разматывает. Очень быстро приходится рулевым колесом крутить. Очень быстро. Друзья, поверьте мне, для того, чтобы действительно уверенно себя чувствовать на скользкой зимней дороге, нужно учиться, учиться и еще раз учиться, как говорил классик. Не думайте, что если вы там 10, 15, 20 лет за рулем, или же вы выехали на парковку и подергали за ручник, понажимали на газ, то вы уже ас зимнего вождения. Боковые скольжения, сносы, заносы возникают, как правило, именно из-за того, что люди не понимают, как оно начинается, это все, и как с этим бороться. Основные советы не попадать. Собственно говоря, этому во всех школах вождения, контраварийной подготовки, этому и учат, не попадать. Или же, если уж попал, то как с этим бороться, это второй этап. Как бороться с этим, я вам словами не научу. Я могу подсказать, как не попадать. Не попадать достаточно просто. Самое первое, это скорость. Выбирайте скорость безопасную, так, что вы комфортно, уверенно чувствуете себя за рулем, и не напрягаются ваши пассажиры. Второй момент, это правильное прохождение поворотов и маневрирования. Никогда не сбрасывайте газ при повороте руля. Выбирайте скорость вождения безопасную. Перед маневрированием, будь то это перестроение или же поворот, а потом уже проходите на равномерной тяге. Это универсальный совет для любого типа привода, для любого автомобиля. Третий момент. В нашей стране все больше и больше становятся автомобилей, оснащенных современными средствами активной безопасности. Систем траекторной стабилизации, систем помощи водителю, систем помощи торможения и так далее. Так вот, законы физики, победить они не в силах. Даже такой современный, оснащенный всеми немыслимыми, даже для большинства на текущий момент, системами стабилизации, как новый Mercedes-Benz, он тоже, как вы видели в нашем сюжете, вполне становится боком, если совершать грубые ошибки управления. Поэтому едьте, даже на самой современной машине, так, как будто на борту у вас нет ничего, как будто вы на автомобиле один на один с ним, и у вас никто не сможет вам помочь. Поэтому рассчитывайте за рулем только на себя, рассчитывайте только на свои навыки и представления о вождении автомобиля, не переоценивая их. Ни в коем случае. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова